Усилить контроль за жителями, которые находятся дома на самоизоляции. Такое поручение главам районов дал первый вице-мэр Владимир Василенко на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Привлекайте всех дополнительных, чтобы был первый неформальный подход от зона и неформальный подход обхода. Продолжатся проверки соблюдения ограничительных мер в торговых центрах города. Только за две недели обследовали более 90 заведений, составили 288 материалов о выявленных нарушениях. Сейчас планируют внедрить новые правила работы согласно решениям, принятым на областном оперштабе. Изменения идут в работе в фудкортах. Сейчас фудкорты работают только на вынос. Планируется открытие работы непосредственно для приема пищи, но исключительно для тех людей, кто прошел вакцинацию, либо те, кто переболел. Школьники с 6 по 10 класс продолжат учебу в дистанционном формате. Текущая ситуация на данный момент не способствует тому, чтобы завершать дистанционный режим, который у нас только что начался. Соответственно, было предложено продлить режим дистанционного обучения на период до 7 ноября, создав запас по времени и в начале ноября, уже исходя из текущей ситуации с заболеваемостью, принимать решение о дальнейшем обучении после осенних таникул. Для жителей города старше 65 лет планируют временно приостановить действия социальных транспортных карт. Как заявил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Топилин, технология внесения номеров карт в базу для блокировки уже отработана с оператором. Это ограничение не коснется тех пенсионеров, которые имеют сертификат о прививке от COVID-19 или справку о перенесенной болезни. Максим Магомедов, Максим Гусев. События.